Друзья, всем привет! Снова с вами я, Алена, вы на моем канале с психологом-нутрициологом. И сегодня мы с вами говорим на такую тему, как тиреидит, гипотиреоз и осложнение, либо возможные изменения. С чем это может быть связано и как же себе помогать? Я не доктор. Мои рекомендации абсолютно направлены на восприятие вашей информации и мышления. Так как я 10 лет работаю с психосоматикой и параллельно 5 лет изучаю нутрициологию, я могу сделать определенные выводы, переболев, наверное, этой историей сама. Переболев – это сложная конфигурация, поэтому давайте проще. Мы можем любое заболевание держать в ремиссии. Например, как хронический гастрит, как холецистит, как мигрень и другие симптомы, комплексы, которые зависят от кофакторов и от вашего образа жизни. Что я хотела консолидировать сегодня для вас по поводу вашего аутоиммунного тиреидита. Аутоиммунный тиреидит возникает не только на стрессе, не только на интоксикации, не только на состояниях, которые связаны с истощением природных ресурсов, это также связано с базовыми закрытыми дефицитами. О чем я с вами говорю? Я говорю, что вы можете абсолютно по-разному реагировать на разные продукты, вы можете абсолютно по-разному реагировать на обстоятельства в жизни, вы можете по-разному реагировать на отсутствие внутренних ресурсников. О чем я говорю? Мы все содержим какие-то витамины, антиоксиданты, аминокислоты. Также очень много различных моментов, которые влияют на систему детокса в нашем организме, о которой я буду бесконечно говорить. И как только пропадают самые важные источники, неважно, вы вегетарианец, вы кетовы, но если вы не знаете свою генетику, и если вы полагаетесь только на самочувствие, то, соответственно, вы можете растерять свое состояние вот этой благости. О чем я говорю? Благости – это состояние здоровья всего организма в целом. Так уж устроено. Здесь подбаливает, там что-то болит, и мы стараемся держать это все в комфортном для нас пульсе. Поэтому, что для себя я выделила, когда я восстанавливалась? Во-первых, я обязательно 100% работала с аминокислотами, которые были ежедневно и в моем рационе, и в добавках. Плюс я добавляла минералы, плюс я добавляла антиоксиданты в еде, плюс я их учитывала в минералах и витаминах, которые я покупала отдельно. Какие-то глобальные провальные дефициты я восстанавливала вместе с врачом. И другой момент, я давала своему организму полноценную питательную микронутриитивную силу из источников. К сожалению, для того, чтобы, например, там суточную норму кальция покрыть, еще там чего-то, нужно съесть килограммами, 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 что раньше я, наверное, и делала, будучи еще в подростковом возрасте. Но, как только я осознала во взрослом уже возрасте, что организму нужно очень много, и, к сожалению, мы не можем все-все-все получить из еды, то, соответственно, мой фокус внимания совместился на биологически активные вещества. Каждый человек может добавлять себе из растительных источников кафакторы, но и также из биологически активных добавок. Что было у меня? У меня был селен, у меня был цинк, у меня был йод, у меня был кремний. Кремний у меня был для суставов. Ну, это как бы тоже отдельная история. У меня обязательно были комплексы для работы микробиоты, чтобы это все усваивалось. Плюс у меня это были витамины, которые были комплексные, потому что я не восстанавливала отдельно какой-то конкретный витамин. И также я очень классно проработала для себя схему питания, потому что в моем случае нельзя было сидеть на кето, в моем случае нельзя было уходить в глубокие голодовки. И это было для меня противопоказано, потому что я постоянно, просто постоянно болела. А когда человек находится в постоянном просто физиологическом стрессе, когда там плохо срабатывает одно, плохо другое, то и начинается вот эта самая аутоиммунка. Так вот, что я хочу вам рекомендовать? Я вам хочу рекомендовать комплекс для поддержки. Это цинк, йод, кому-то нужен тирозин, но это с врачом нужно решать. Кому-то нужен витамин D в повышенной форме, кому-то нет. Я даже принимала его летом, потому что это не зависит от смены. Мы все понимаем, что мы подвязаны под климат. И также я работала с утилизацией тяжелых металлов в организме. Они у нас у всех есть. И, соответственно, для этого я тоже давала комплексы антиоксидантов. По поводу суставов я вам запишу видео, вы меня просили, что я учитываю. И welcome в мой коучинг по здоровому образу жизни, как продлить здоровье. Мы не говорим с вами о серьезных болячках. Мы все хотим продлить молодость, красоту, здоровье. И то, что у нас вот сейчас есть, конечно же, мы хотим улучшить. Поэтому welcome вечером проводим уже первый открытый эфир.